Максим Чудов. Болельщики в любом случае поддерживают спортсменов, и это правильно. Ну и в объятия своих партнеров по сборной Башкирии сейчас попадает Максим Чудов. На втором месте сборная Ханты-Мансийского автономного округа. Алексей Волков, как я уже сказал, буквально вытаскивает свою команду Югры на вторую позицию. Алексей Трусов, Артём Гусев, Михаил Боярский и Алексей Волков. Тоже принимает поздравления. Серебряная медаль у сборной Югры. Год назад Ханты-Мансийцы были первыми. Сборная Тюменской области заняла тогда второе место. Третьими были москвичи и финиш Андрея Маковеева. Конечно, тут Андрей вряд ли будет радоваться третьему месту. За сборную Тюменской области сегодня за первую команду выступали Евгений Гораничев, Максим Максимов, Иван Черезов и Андрей Маковеев. Команда Красноярского края занимает четвертое место. За сборную Красноярского края Андрей Веденин, Максим Буртасов, Александр Шлейдер и Евгений Устюгов. Но Устюгову было невероятно тяжело что-либо сделать, потому что партнеры достаточно много проиграли. Сборная Перского края на пятом месте. За Пермяков выступали Дмитрий Блинов, Александр Огарков, Александр Печенкин, Сергей Клячин. Команда Москвы на шестом месте. Алексей Корнев, Андрей Прокунин, Сергей Бочарников, Тимофей Лапшин. И далее вторая сборная Тюменской области Олег Колодничук, Олег Верещагин, Дмитрий Елкин, Сергей Баландин. Ну, радость сборной Башкирии понятна. Я думаю, что наш корреспондент Антон Брусянин сможет побеседовать с Максимом Чудом. Хотя вот я сейчас смотрю в комментаторское, вернее в окно комментаторской кабины. Как-то вот открещивается буквально от интервью Максим Чудов. Ну, я думаю, что убедит Антон Брусянин, заслуженного мастера спорта, трехкратного чемпиона мира Максима Чудова, побеседовать давненько. Мы не видели на своих телеэкранах Максима Чудова. Ну и я скажу, что Максим Максимов сегодня здорово отработал за сборную Тюменской области. Чуть не повезло, конечно, Ивану Черезову. Но там есть фортуна. Вот о чем говорил Василий Шиталин после финиша, когда пришел на комментаторскую позицию. Василий Шиталин как раз на третьем этапе выступал за сборную Башкирии. О том, что ему повезло. Как раз он попал в тот момент, когда ветер чуть затих. Ну и скажу, что у женщин первой стала эстафетная команда Новосибирской области, второй сборной Мордовии, третьей первой команды Тюменской области. Сегодня, как обычно, есть дни рождения. Например, Юрий Майоров из Москвы, тренер московский, празднует день рождения. Ну и наш режиссер Александр Кандалов также празднует свой очередной день рождения, с чем мы их и поздравляем. Здесь продолжаются свои финишные разборки. Завтра гонки с массового старта. Сначала женщины, затем мужчины. Ну а у нас готово интервью с Максимом Чудовым. И я передаю слово Антону Брусянину. Спасибо, Дмитрий. Максим Чудов один из тех людей, кто сегодня принес победу Башкортостану. Максим, ну видно, что сильно устали. На самом деле, серьезная сложность сегодня погоды. Погода и условия были. Заслуга победы – это не только моя. То есть все ребята прошли великолепно. Даже молодые ребята, которые выступали сегодня за нашу сборную, в принципе, справились. Я считаю, это серьезное соперничество сегодня. Потому что, как мы видим, практически все сильнейшие выступают сегодня здесь. И, конечно же, всем и нашим специалистам огромное спасибо. Все отработали сегодня, как могли. Но нам эта победа именно сегодня, именно сейчас нужна, наверное, больше, чем кому-либо здесь присутствовать. Потому что у нас есть много вопросов, есть много проблем. И мы очень довольны. Из того, что есть, мы сделали сегодня, конечно, невозможно. И пользуясь случаем, хочу передать привет своей легунной супруге, своему сынишке Ярославу. Сейчас, наверное, смотрят, переживают, болеют. Очень сильно скучаю. И скоро уже приеду и вас крепко-крепко обниму. Конечно, родителям, тещу, тестью, сестрам, братьям. И, конечно, всем тем, кто болеет и переживает за нас. Сейчас за меня огромное вам спасибо. А в прошлом году в Тюмени вы сказали, что будете целенаправленно бороться за место сборной. И отправитесь, ну, есть желание отправиться на Олимпиаду. Вот планы живы? Планы живы и сейчас. И, в принципе, в том сезоне у меня удачно все складывалось. И до октября месяца я чувствовал себя прекрасно. Но, видимо, в дальнейшей подготовке немного просмотрели и тренингские штабы. В частности, может быть, я слишком этого хотел. И не смог себя вовремя остановить, где нужно было. Поэтому такое сечение обстоятельств, такие события случились, что я сейчас вне сборной тренируюсь с Республикой Башкортостан. Спасибо. Готовьтесь к награждению. Спасибо. Я благодарю Максима Чудова за это интервью и нашего журналиста Антона Брусянина. Напоминаю, что сегодня в эстафете на первом месте сборной Башкирии, на второй команда Югры, на третьем Тюменской области, первая команда Тюменской области, на четвертом Красноярский край, далее Пермский край, сборная Москвы на шестом месте, вторая команда Тюменской области на седьмом месте. Краснодарский край занимает восьмое место. Вот вам и сюрприз. Сборная Мордовии на девятом месте, сборная Удмуртии на десятой позиции. Да, действительно, сборная Краснодарского края неожиданно преподнесла сюрприз, обыграв несколько авторитетных команд, такие как сборная Мордовия, например, оказалась ниже в турнирной таблице, чем команда Краснодарского края, за которой выступали Константин Тишков, Евгений Живолоков, Николай Шорохов и Анатолий Оськин. Но это эстафеты, это всегда непредсказуемость. Завтра у нас гонки с массового старта. Женщины выйдут на старт в 9 часов по московскому времени. Без 5.09 начнется трансляция прямая на телеканале «Россия-2». Ну и завтра же, 27 марта, состоится мужская гонка с массового старта. И там тоже будет много интересного. В 11 часов по московскому времени начнется мужская гонка с массового старта. Пока смотрим самари, подборку самых интересных фрагментов этой интереснейшей и захватывающей эстафетной гонки мужской. Ну и напомню, что стартами в Увате не завершаются бетлонные гонки. Далее ряд спортсменов переезжает в Тюмень. И там в прекрасно оборудованном, неоснащенном центре «Жемчужина Сибири» состоятся соревнования на призы губернатора Тюменской области. Тире полностью соревнования называется «Открытый кубок России на призы губернатора Тюменской области». Ну и кроме ведущих российских биатлонистов будет немало гостей. Гостей из мировой элиты, таких, например, как Яков Факк, как Бербан, как Грегорин. В общем, будет на кого посмотреть. Приходите и смотрите на телеканале «Россия-2». Эти гонки Дмитрий Губерниев из Тюмени будет вести трансляции. Ну и забегая вперед, скажу, что 6 апреля не пропустите большой лыжно-биатлонный день. Сначала в Тюмени состоятся международные соревнования. Затем самое интересное – гонка чемпионов в Москве в Олимпийском. Приходите, либо смотрите на телеканале «Россия-2». Финиш Максима Чудова. И попадает Максим в объятия своих партнеров по сборной Башкирии. Наша трансляция подходит к завершению. Для вас сегодня работает рекомендатор Дмитрий Рыбяков, режиссер Александр Кандалов, редактор Сергей Белокуров. Прощаемся с вами до завтра и будьте здоровы. Просьба предприятия подтвердить в серии участия на «Старте», которое будет проводиться завтра.